Сейчас вы услышите сказку. Хотя, почему сказку? Разве то, что произошло с девочкой Ниной, не случается с другими? Нет, это не сказка, а самая обыкновенная история. Впрочем, нет, не совсем. Всё-таки она какая-то странная. Может быть, всего этого и не было, а просто приснилось Нине. В общем, сказка это или не сказка, было это или не было, но было это так. КОНЕЦ Вы знаете, что такое счастье? Нет, не знаете. А счастье – это, как я сейчас. Мои родители – туристы. Они уехали в туристический поход, а меня не с кем было оставить, и они послали телеграмму моим тётям. Но никто не приехал. А пока я одна, я могу делать, что хочу. Ну, например, разбросаю учебники и не стану убирать. Или вот возьму и разобью стакан. Вот так. А вы знаете, что мне больше всего хочется делать? Ничего не делать. Ой, как же всё-таки это хорошо – ничего не делать. А взрослые тоже часто любят ничего не делать. Только это им реже удаётся, потому что у них дети, а детей нужно кормить. А мне что? Я сама ребёнок. Ой, а вдруг тётя возьмёт и приедет. И сразу начнёт меня заставлять что-то делать. Подмети, подбери, убери, прибери, почисть, помой, приготовь, почитай, посчитай. Нет, просто ужас. Вместо того, чтобы по-хорошему помочь ребёнку, всё сделать за него самой. И главное – понять, как это взрослые говорят, специфику детского организма. И не перегружать этот бедный организм работы и всё делать за ребёнка. За меня. Да, я уже целый день думаю про тётю. Но не лезут, не лезут у меня из головы эти тёти. Ой, ну, спать хочется. Буду сидеть и ждать тётю. И вот уже Нине снится, что кто-то поёт колыбель. Затихло всё движение, ребёнок хочет спать. В таблице умноженье, заснуло пятью пять. За сну медведь в берлоге, у лифта спит лифтёр. Сгустился вечер сирий, все звёзды зажены. Приходят гости к нене по очереди сны. Здравствуй, девочка. Здравствуйте, тётя. Ты меня извини, я не постучалась. Я, которую все знают, как интеллигентную женщину, я вошла, не постучавшись. Может быть, и восьмне надо стучаться. Так ты скажи, я постучусь. Ты меня прости, но я забыла, как тебя зовут. Нина. Нина. А вы не помните, как зовут вашу племянницу? Ты меня извини, девочка, но у меня двадцать девять племянников и племянниц. И я всем им снюс. Вы часто снитесь своим двадцати девяти племянникам и племянницам? По одному разу в месяц, каждому из двадцати девяти. И если в месяце тридцать один день, у меня два выходных. Если в месяце тридцать дней, у меня один выходной. А вот в феврале я снюс без выходных. Ой, что это такое? Учебники. Это я разбросала. Сейчас, сейчас я уберусь. Что ты, что ты, я интеллигентная женщина. Я не могу видеть, когда ребенок убирает сам. Я это сделаю сама. Ой, что это такое? Осколки. Я разбила стакан. Сама разбила? Молодец. Ты очень хорошо бьешь стаканы. Я сейчас уберу. Не беспокойся, не беспокойся. Ты ничего не должна делать сама. Все буду делать я. А если я чего-нибудь не сделаю, тогда уж ты делай мне замечание. Поправляй меня. Ну, ты понимаешь, девочка, если дети все будут делать сами, ну, зачем же тогда тети? Если тети есть на свете, пусть бездели не чают дети, не заботься о работе. Поручи работу, тети. Поручи работу, тети. Работу, тети. И тетя все тебе устроит, сварит суп и пол помоет, пирожков она печет и еще положит в рот. Здорово. Как жизнь, молодая? Ой, вторая тетя. Сидись, лежи, отдыхай. Подрастешь, тогда будешь работать, а пока ничего. Я все за тебя сделаю. Меня, знаешь, хлебом не корми, дай только каких-то делов понатворить. Ой, просто руки горят. Подожди, подожди, подожди. О, да что ж ты. О, ты, например, сидишь в кресле. Тебе ж неудобно. Дай-ка я тебя перенесу. Вот так. А стол, а стол далеко от тебя. Не-не-не, подожди, я его сейчас тебе передвину. Передвину, передвину. Вот раз-два. Я-ле, лежи, лежи. Я сама, сама, сейчас. А, вов, кровать закинем в тот угол. Вон, а-да-да, к телевизору. Чтоб Ниночке было веселее так. А, шкаф, шкаф с посудой метнем. Вон куда. Ну, раз-два. Я-ле, подернем, подернем. Это уголь. Тетя, тетя, а может, вы сначала отдохнете? Ну, веселей, веселей. Ой, да-да-ой-да. Ой, да-да-ой-да. Люблю я звон, люблю я гром, Переверну я все вердном. Ребенок слаб, ребенок мал, Ребенок плачет, он устал. Дитя зачем в работу лезть, Когда на свете тетя есть? Люблю я треск, люблю я стук, Когда трясется все вокруг. Ребенок слаб, ребенок хил, И мне покой, ребенок амил. Зачем дитя в работу лезть, Когда на свете тети есть? Ниночка. Ой, третья тетя. Ух ты моя кошечка, крошечка. Ух ты моя розочка, козочка. Да я тебя поцелую, поплопаю, По воле полелею. Ой, хватит. Меня нельзя холить и лелеять. Мама говорит, что это не педагогично. Ну, умница разумница. Ну, интеллект уже, ну, карапузик. Я не карапузик. Я уже учусь в четвертом классе И рассчитываю перейти в пятый. Нет, вы слышите? Такой калапузик, а уже в четвертом классе, а? Ах, скажи ты мне, мусик-кусик, Сколько будет дважды два? Четыре. Молодец. Отгадай загадку. Два конца, два конца. В середине гвоздик. Ножницы, ясная головушка. Вот тебе игрушечка-погремушечка, А вот прелестный слюлявчик. Да я тебе его завяжу. Ну, дай, дай, завяжу. Детки-крошки, Ручки-ножки, Не любить вас не могу. Ах, а гусеньки, агу. Обожаю вас, детёшка, Ах, а гусеньки, агу. Внучки-дочки, Ушки-жёчки, Не ласкать вас не могу. Вы конфетки, Вы цветочки, Ах, а гусеньки, агу. Агу, агу, агу. Культ, привет! Четвёртая тётя. По профессии я затейница, Моя стихия культурный досуг, Прибыла, чтоб тебя развлекать. Масовичка, Игровичка, Я танцую день-деньской, У меня одна привычка, Мах рукой И мах ногой. Игра играет огромную роль В жизни человека. Прятки, шутки, загадки, Прибаутки, Салки, считалочки, Полки-выручалочки, Тени на стене. Кольцо, кольцо ко мне! Да и нет, не говорить, Всё равно тебе водить. Так развлекайте же друг друга В часы культурного досуга. Важнее всякого ученья, Шарады, шутки, Развлеченья. Становись! Стала! Сомкнись! Стамкнулась! Улыбнись! Улыбнулась! Улыбнулись, повернулись, Ручки хлопнуть, Ножки топнуть и... Кто всегда скакать умеет, Никогда не заболеет. Скок, скок, перескок, Нам не страшен стриптококк. Раз, два, ой-ой-ой, Покрутили головой. Ого! У тебя неплохая прыгучесть. А я фигуристка. У меня скоро будет разлёт по калькам. Вот, смотрите, Делаю через ножку. Полегоньку, понемножку, Через ручку, через ножку. Ой-ой-ой, нельзя прыгать. Нет, нет, давайте лучше я за него попрыгаю. Раз, два, Так, чё-то так. По профессии я секретарша. Поступила в ваше распоряжение. Ещё одна тётя. Какие будут указания? Указания, не знаю. Я хочу позвонить Витьке. Зачем же вам самой звонить? Я сейчас вас соединю. Где у вас внутренний? Нет? Поставим. Значит, тут будет приёмная, Здесь будете вы. Я к вам никого не буду пускать. А я ещё хотела погулять. Прекрасно. На какой час вызвать машину? Какую машину? Алло, секретарь от Ниночки. Кто? Витька? По какому вопросу? Нет, она сейчас очень занята. Нет, не могу её отрывать. Что вы хотите передать? Так, так. Хорошо, когда у неё выберется Свободная минутка, Я ей обязательно доложу. Алло, она занята. Вышла. Ожидаем. Вас много, она одна. Чтобы ручки не устали, Чтобы ножки не устали, Я поступаю личным Твоим секретарём. Алло, соединяем. Алло, разъединяем. Алло, зайдите завтра. Окончился приём. Не создавайте давки. Напрасны ваши справки. Напрасны ваши просьбы. Приёма нет, друзья. Хотите, не хотите. Ходите, не ходите. Звоните, не звоните. А к Ниночке нельзя. Лучше нету ничего, Чем не делать ничего. Вот это жизнь. Стоп. Внимание. Я должна немедленно всё записать. Кто что за Нину будет делать. Параграф первый. Побудка. Позвольте мне, я её разбужу и сделаю. А гузеньки потягузеньки. Прекрасно. Значит, потягузеньки закрепляем за вами. Дальше. Уборка, подметание комнаты. Я пошла. Это я. Это я. Подмести, вынести, снести, перенести. Это я могу. Раз, два. Взяли. И ещё. Взяли. Ай да. Довольно. Достаточно. Следующий пункт. Завтрак. Я ей присню самый вкусный завтрак. Помните, вы отвечаете головой. Да. Параграф следующий. Вручите мне. Она не справится. Сейчас у нас по плану уроки. Ниночка, немедленно ложите, что именно вам задано на завтрак. Вот. Вот. Бак вливается за один час пять литров воды, а выливается четыре. Сколько будет воды в баке через два часа? Давайте всё вместе, а? Не под каким видом. Мы всё сделаем. Иди туда и жди. Как это можно? Значит так. Вы будете считать воду. Я. Которая вливается в бак. Я на всё согласна. Вы. Это я. Воду, которая выливает. Я, которая выливается. А вы. Я. Будете вычитать эту воду из той воды. Хорошо. И то, что у вас получится, сообщите мне. А я зарегистрирую ответ в Ниночку на тетрадку. Начали. Значит так. Всё. Воду тётям. А мне ни капельки. Алло. Кто говорит? Опять Витька? Нет, я не могу этого ей сообщить. Она сейчас очень занята. За неё делают уроки. Ах, у вас важное дело. Срочное. Прекрасно. Хорошо. Да, тогда я ей доложу. Обязательно. На этой неделе. Всё. Положите трубку. Кто это? Витька? Что-то важное? Срочное? Да. Важное и срочное. Я вам доложу об этом в своё время. Нет. Соедините меня с Витькой. И вообще. Довольна я больше не играю. Правильно. Сейчас мы будем играть. Уроки кончены. Я предлагаю массовые игры. Мы играем в тётке-мышке. То есть в кошке-мышке. Чур я тётка. То есть я кошка. Чур я мышка? Не категорически. Тебе нельзя. Ты же знаешь, что ты ничего не должна делать. Играть это тоже работа. Ну, тогда в прятки. Правильно. В прятки. Я вожу. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Чё, чё, искать. Я не могу искать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я иду сапы сям. Можно и мне поиграть. Ну, чёточку. Ну, капельку. Нельзя. Я хочу играть. Я хочу на каток. Я хочу сама посчитать, сколько воды вливается и сколько выливается. И вообще. Алё, Ковалёвка, кася варит. Не хочу. Мне не нравится твоё лицо, девочка. Ну-ка, скажи, а? Тебе же это ничего не стоит, а тёте будет приятно. Да я... Да вы... Да я... Типичное расстройство речи. Острое недомогание. Нет у меня недомогания. Я совершенно домогаю. Устощение? Возбуждение общее. Страшнейшее недомогание. Опасное состояние. Её надо уложить спать. Эй, тёти, а ну-ка грянем нашу бездельную колыбельную. Баю-баю-баю-бай, баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай, засыпай. И внимание, Нина-нина, и внимание, Нина-нина, ни на что не обращай. Баю-баю-баю-бай, баю-бай, баю-бай, наш ребёнок шалопай, шалопай. Про пизделье, Нина-нина, про пизделье, Нина-нина, ни на миг не забывай. Мирка, я никак не могу к тебе прорваться. Сегодня же соревнования по кайкам. Передаюсь по телевизору. Кто там кричит? Приёма нет. Жду на токке. Чувствуйте, пустите меня. Я пойду с Витькой. Мне надоело. Я хочу на каток. Я должна. Мы пойдём за тебя на каток. Оттуда дети после 16 лет не допускаются. А потом, наверное, вы и не умеете. Научимся, где наша не пропадала. Я должна на каток. Я пойду за тебя на каток, и всё. Я ещё рекорд поставлю среди девочек. Соревнования будут по телевизору передавать. Наши будут выступать. Тёти, пошли на каток. На каток. Ускакали. Оставили меня одну. Что же мне делать? Ах, да. Надо включить телевизор. Начинаем нашу передачку для вас, деточки. Дорогие деточки, наш телеобъективчик установлен на каточке. Сегодня здесь состоятся соревнования по конёчкам. Наша школа. Попросим кого-нибудь из участников рассказать. Вот мы сейчас попросим Ниночку. Нина! Тёти, товарищ, товарищ Диктор, мы за Ниночку. Где у вас здесь старт? Мы будем за неё финансировать. Мы всё делаем за Ниночку. Позвольте, как? Вы за Ниночку? Да, мы за Ниночку. Мамашка. По техническим причинам объявляется перерыв на неопределённое время. Мы за Ниночку. На всю Москву. Тринадцать миллионов, слышали? Мы за Ниночку. Уроки, игры, каток. Всё. Мы за Ниночку. Они жить будут за меня. Всё за меня. А я хочу на каток. Я хочу что-нибудь делать сама. Я больше так не могу. Нина! Нина! Здравствуй, Нина! Это я, Витя! Что это? Витя! В телевизоре! Нина! Это я, Витя! Я учусь с тобой в одной школе. И мы часто возвращаемся вместе. Это я, Витя. Ну, тот самый Витя, который хотел подарить тебе дрессированную крысу, а ты отказалась, потому что ты не любишь крыс. И ты попросила дрессированного льва или тигра, но их в магазине не продают. Это я, Нина. Это я, Нина. Я понял, я понял, в наши дни, это единственный способ попасть в дом, куда тебя не пускают. Ты меня узнаёшь? Это я, Витя. Это я, Витя. Тот самый, Витя, который в далёком нашем детстве, когда ты болела свинкой, бегал в аптеку тебе за лекарством. Мне кажется, что ты сейчас серьёзно заболела, и мне нужно бежать в аптеку, только я не знаю, за каким лекарством. Не надо бежать в аптеку, Витенька. Кажется, я уже начинаю выздоравливать. Эх, я тебя не слышу, но мне очень хочется что-нибудь для тебя сделать. Для меня, но не за меня. Слышишь, Витенька, для меня, но только не за меня. Слышишь? Я тебя не слышу, я в телевизоре. Это я, Витя. Как мне, бедной, не тужись, сколько претерпела я. Человек не может жить, ничего не делая. Я согласна спину гнуть от зари до ноченьки. Дайте сделать что-нибудь, миленькие тётеньки. Нет ужас, ничем понять, Без тебя обходятся. И в тринадцать лет познать, Ужас безработица. Тебе пора просыпаться, моя девочка. Это значит, мне надо уходить в другие сны. Будь здоров, Нинка. Главное, больше жизни. Агу, сейчас ты проснёшься, моя кошечка-крошечка. И никто тебе не сделает потягусенький. Культ привет. Не забудьте наш досуг. Дело наших ног и рук. Алло, алло. Сон окончен. Приходите завтра. Кто там? Неужели шестая тётя? Нет, первый дядя. Собственно говоря, должна была приехать тётя Оля. Но она заболела и прислала вместо себя меня, дядю Колю. И дала мне инструкцию. Вот она. Инструкция ухода за Ниночкой. Пункт первый. Утреннее заплетение косы. Коса. Есть особая форма уложения волос в три пряди. Так, значит, взять волосы и, не отделяя их от головы, разделить на три пряди. Схема плетения. Первая через вторую, а третья наоборот. Ах, сюда, так понятно. Ничего этого не надо. Дяденька Коленька, миленький, если ты только знал, как мне надоело ничего не делать. Я сама и заплету, и расплету. Ой, жалко, что ты дядя, а не тётя. Я к тебе тоже косу заплела. Спасибо, Ниночка. А ботинки? Что? Ай-яй-яй-яй, дядя, ты посмотри, какие у тебя ботинки. Наверное, ходил по лужам. Просто наказание с ним. Честное слово, сейчас мы их почистим. Вот так. Ну что ты, Ниночка. Так. Спасибо. Вот. Надо пойти погулять, Ниночка. В твои годы тоже важно гулять. А я пока посуду помою и приберусь. Нет, это просто сказочный ребёнок. Одевай пальтишечка. Спасибо. Варежки я привяжу на верёвочку. Ну-ка, иди. Иди. А у меня уборочка. Иди, иди, иди. Ещё я устрою небольшую пастерушечку. Никто мне теперь не может запретить работать. Нет, это просто потрясающий ребёнок. А таких надо пьесы писать, по радио передавать, по телевизору показывать. Ниночка, ты что, вундеркинд? Чудо, а? Никакое я не чудо. Я самый нормальный ребёнок. Только я поняла, какой ужас, когда всё дело из-за тебя. Работают за тебя, думают за тебя. Представляете, был человек ребёнком, потом вымахал до пожилого возраста и всё время не работал, а за него работали. Я предлагаю тех взрослых, кто не хочет работать, а хочет, чтобы за него работали, снимать с должности. Вот назначьте меня. Меня. Я справлюсь. Я хочу работать. Хочу всё делать сама. Делать. Я делаю. Ты делаешь. Это же звучит, как стихи. Звучит, как песня. Песеньку весёлую, бывалую, умелую, Я буду петь, работая все дни. Я делаю. Ты делаешь. Он делает. Мы делаем. Вы делаете, делаю камень. Песеньку задоную спеть бы вам хотела я, спеть бы вам хотела простого. Кто сделал вид, что делает, на деле же не делает, не делает бездельник ничего. Песеньку известную, песеньку чудесную, петь и никогда не надоест. Так у нас поставлено, так у нас объявлено, тот, кто не работает, не ест. Так у нас поставлено, так у нас объявлено, тот, кто не работает, не ест. Вот и все. Были эти Ниночкины тети на самом деле или приснились, так я и не знаю. Если Нина все это увидела во сне, к чему был этот сон? Что он означает? Как вы думаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...